Наше любимое детище Карфаген перешло в нашу собственность и это очень-очень радует, потому что развитый город, потому что здесь можно нанимать очень важные вещи, вернее отряды, ну и конечно же переобучить свои отряды, которые не сильно отличаются особо, так сказать, натренированностью перед непосредственным боем. Но у нас выбор невелик, поэтому мы прибегнем к любой возможности апгрейдить нашу армию и конечно же будем тратить на это определенные средства. У нас около 100 тысяч, это нам поможет однозначно в усилении натиска на тех же галлов, нам в первую очередь с ними нужно разобраться, чтобы наши западные границы были в безопасности. Ну и конечно же потерять Карфаген было бы плохо, поэтому стоит держать там большой гарнизон и предотвращать контрнаступление противника. Ну а здесь у нас, да, мы проиграли прошлую битву с понтийскими ребятами, они нас сильно покромсали своими фалангами, копейщиками и конечно же разгромили нашу неопытную армию. Так, давайте мы да, позаказываем, мы можем себе это позволить, заказывать сколько угодно войск, строить все, что видим перед своими глазами, чтобы наши города были наиболее развитыми. Это все очень полезно, по той простой причине, что потом именно эти города будут опорными пунктами нашей империи, где будут тренироваться самые лучшие отряды, где будут выковываться, так сказать, те умы, которые будут править нашими провинциями. И конечно же эти города будут оплотом, можно сказать, бесконечной поставки средств денежных в том числе. Так, переформатируем армию, пускаем на направление к Масилии. Как вы помните, мы потеряли и то направление, несмотря на то, что на Карфаген мы преуспели, Масилию мы потеряли. Нас галлы разгромили неоднократно, причем. Поэтому нам нужно реабилитироваться. Ну а реабилитироваться можно только одним способом. Это укрепив нашу армию. Так, ну с этим вроде бы все ясно. Заказы идут, шеренги пополняются. Затарили мы все города по максимуму работой, пускай пашут на нашу будущую победу. Так, ну а поговорим мы, опять же, о римской армии. Больше поговорим о строе римском. О том, как велись сами битвы, более так с исторической точки зрения. И о том, как непосредственно это все влияло на выработку римлянами правильной тактики, стратегии ведения боя. Такая обобщающая, можно сказать, тема. В общем-то, не сильно конкретная. Но, тем не менее, это тоже стоит обсудить. Так как именно от этого зависело очень многое. Ну а также поговорим о последующей немножечко деградации римской армии. Так как мы ту эпоху падения Рима не затронем, то, конечно же, нам придется в данном прохождении не затронем. Так, прекращение огня. Ну вы, ребята, вы что, вообще с ума сошли? Город наш захватили. Хотите прекращение огня? Не будет такого никогда. Блота, блокада, пергама, пергама, блокада. И, соответственно, нам нужно где-то, где-то в Византии построить какой-то корабль. Кораблик какой-то построить, да, чтобы блокировать этих ребят. Сейчас попробуем это сделать. Кстати, в прошлый раз я не совсем дорассказал по поводу как раз вот этих гастатов, то есть линии вот этой больше построения римского, да. То есть гастаты, это вообще считали самые неопытные воины, новички. Там шло разделение по старшинству. Гастаты, это новички, так сказать, воины первого времени, то есть которые только начинают. свою службу. Принципами являлись более старшие. Дяди, так сказать, военные солдаты, уже более-менее в какой-то степени люди, которые приближались к званию ветерана. Ну и триариями являлись уже самые старые, самые пожилые, те, которым уже было за 40 лет. Они всегда стояли третьей линией. Вот так и было построение. Первое гастаты, второе принципы, третье триарии. Гастаты начинали битву. То есть связывали противника в бой. Когда остальные линии построения видели, что гастатам не хватает опыта, чтобы одержать победу или преломить, то гастаты отходили за ряды принципов. Принципы вступали в бой. Они, как более умелые воины, усиливали натиск на врага. А триарии уже вступали в бой только в крайнем случае, когда очевидно было, что без их вмешательства не победить. То есть можно сказать, что любой воин, выслужив таким образом по времени в римской армии, заслуживал какую-то передышку. Не всегда первым ввязывался в бой. Он спокойно себе стоял сзади и ввязывался в бой свеженьким, уже когда враг был в определенной степени ослаблен. Ну или с другой точки зрения, конечно, и разогрет тоже. Тем не менее, именно такое построение зачастую помогало одерживать римлянам победы. В отличие от построений других... Так, мы разведываем обстановку маленьким отрядом. Небольшими нашими неудачниками, так сказать. Обстановка плохая. Галы стоят там очень такой мощной силой. Но тем не менее, мы все равно их переломим. Так или иначе. И как раз построение раньше отличалось. То есть полководцы у других народностей в античные времена и позже, в принципе, и раньше. Даже они думали, что чем глубже строй, тем лучше будет у персов, например. Да, яркий такой пример. У персов это глубокое построение строя. Там 50 тех же линий. Интересно, что линий как таковых отдельных не было построения. То есть была такая общая масса. И вот она слоями шла. И чем больше эта масса, тем как бы лучше победа будет. И более шансы возрастают на победу. Вот так думали многие армии. Так, я вижу, что нам на Каралис высадились испанцы. Опять собаки. Ну я сомневаюсь, что они смогут что-то поделать, тем не менее. Так, Арфаген мы потерять не можем. Я просто тут тусую туда-сюда, потому что иногда бывает и самого полководца. Из-за его характеристик у города проблемы начинаются с подчинением. Поэтому мне приходится идти на кое-какие компромиссы, чтобы сформировать новую армию и двигаться дальше. Потому что без продвижения мы, конечно же, утратим инициативу. И это приведет нас к поражению. Что очень не хотелось бы видеть. Поэтому мы перетасуем так, как надо армию. Что мы можем сделать для того, чтобы замерить город еще? Эх, 70, 70, 70. Ну ладно, пускай будет 70. Не знаю, еще давайте. О, вот это уже другое дело. Хорошо. Давайте еще одну. Все, 80, 80, 80. Все. Вот это самая оптимальная, самая такая правильная расстановка сил. Наша задача перебраться. Следующему поселению хотя бы разведать обстановку. Потом подтянутся остальные силы по мере того, как будет население Карфагена того же успокаиваться на следующем году. Успокаиваться после того, как им устроили такую массовую резню. Эх, 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 эх. Так, по этим направлениям все ясно, в принципе. Так вот, большинство армий думало, что чем больше строй, чем больше толпа бежит на вражескую армию, тем будет все лучше намного. Давайте прекратим, может, тут, да, какие-то наши, да, не хотят они принимать это предложение, но пускай. Римляне думали иначе. Они как раз выработали такую систему, которая позволяла наиболее эффективно использовать все виды войск. Не только молодых, так же и ветеранов, да, как вы понимаете, по возрастам шло все дело. Так же вооружение тоже значило многое. Дайте нам 11. Ага, конечно, да, сейчас я вам дам 10 тысяч динариев и просто отдам все вот эти города, которые я у вас завоевал. Так и будет. Наш отрядик немножечко получилось так. Нехорошо. Ну да ладно. Собственно говоря, я за них не переживаю, особенно за собачатников. Они быстро восстанавливаются и, в принципе, ущербным наносятся минимальные. Ну а бегут они вообще замечательно. Так, союз. Ну, с Дакией союз. Давайте информация по карте и союз без проблем. Почему бы и нет? Я не думаю, что Дакия способна нам оказать какой-то ущерб. Так, что это такое? Города, когда нам это будет удобно. Так, ежегодные игры. Зачем? Зачем такие растраты? Ну-ну-ну, убирай, убирай. Да, ежегодные игры. Замечательно. Ещё, ещё. Римляне, как вы помните, они учились на каждом бое. То есть, старались из каждого боя извлечь какую-то максимальную пользу для себя. Для этого было как раз и создано... Так, тут мы видим такую неплохую армию со слонами, поэтому нам сюда рыпаться нету смысла. Давайте стражевую башню поставим. Наверное, или форт. Ну давайте форт. Почему бы и нет? Пускай так и будет. Так, ну и нашу задачу выполнить, конечно же, да? Да, атаковать. Сенат нам приказал, и мы обязаны подчиняться. А, у нас тут был кораблик. Ну, правда, этот кораблик туда-сюда склоняли. По всей плоскости карты. Поэтому он особо... Особой выгоды нам не приносил. Ну, давайте его отправим куда-то. Может, какую-то Спарту возьмём в осаду. Порт Спарты. Ответить вроде бы им нечем. Так, здесь рутинные дела. Ну и пока рутинные дела, перейдём, опять же, к римскому этому строю. Помните, да, разделение на шеренги на разные. Опять же, кое-какой промежуток между этими шеренгами для того, чтобы можно было перестраиваться. Он был, ясное дело, небольшим, так как всё было лимитировано. Ай-яй-яй-яй, нас... Чем же ж ты, гадзатарин? Ага, у тебя мечники тут, причём тяжёлая пехота. Понятно. Ну, для нас это не великие потери. Наши средства позволяют нам попробовать неоднократно такие приключения. Я не стал ходить в бой, потому что, ну, это как минимум неинтересно. Один отряд на один воевать. Извините, зачем? Пускай он там себе стоит. Если ему так нравится, сомневаюсь, что он сможет предпринять что-то более серьёзное. Но, тем не менее, испанцы, как варвары, молодцы. Да, на островах высаживаются, экспансию какую-то производят. Всё-таки они... Парни, конечно, тоже с имперскими замашками. Но сейчас мы галам покажем, какие у нас имперские замашки. Главное подсобирать ещё армии, подсобирать собачек, собачек. Они окажутся нам очень полезными в нашей борьбе с галами. Так как те тоже похожи на собак. На диких собак, которые... Заросшие, которые... Ну, в общем-то, дикие, да? Храм Цереры. Пускай, да, храм Цереры для того, чтобы было... Всё в порядке у наших городов. С подчинением. Ну, экономику не забывать. Ну, с экономикой вроде бы у нас всё в порядке. Хотя сумма потихоньку уменьшается. Неизбежно будет уменьшаться. У нас наём войск идёт. Все суммы уходят туда. Так, ну давайте пока... Ай-яй-яй, что же я ушёл с моста-то? Это была глупая затея, однако. Так. В общем-то, в общем-то, основную роль в построении в римской армии вообще по всем разработкам, которые велись... Кстати, полагаться на историков в том, как они описывают римскую армию, не всегда стоит. Почему? Потому что часто замечались такие факторы, когда некоторые историки, наблюдая римский строй со стороны, ошибались по поводу многих элементов. То есть, они рассматривали один элемент как нечто само собой разумеющееся, а на самом деле это был лишь тренировочный элемент, который в бое не использовался. Например, смена строя, да? То есть, они меняли строй. На самом деле в бое это делалось по-другому. А прохождение между строем на тренировке делалось для чего? Для того, чтобы отработать скорость. Поэтому вот некоторые элементы, ну, как в любой, собственно говоря, борьбе, как в любом спорте, как в любой вообще деятельности, некоторые элементы оттачиваются, оттренировываются такими быстрыми действиями, которые помогают впоследствии более медленные действия делать лучше, отточение быстрее. То же самое вот происходило и так. Но вопрос не в том. Вопрос в том, что любое столкновение, пехотное сражение, римское в частности, оно характеризовалось четырьмя такими основными факторами. Это продолжительность, конечно же, столкновения. Это потери с обоих сторон. Это подвижность двух линий сражающихся строев. То есть, насколько они друг относительно друга перемещались в пространстве. Да, мы выполнили задание, мы очень рады. Так, и сенаторы просто благодарны. Спасибо, вообще спасибо, в карман не положишь. Ну, и, конечно же, последний, четвертый фактор, это та роль, которую играли вспомогательные войска, которые потом вступали в действие. Они зачастую решали исход боя. Так, я все еще кашляю, простуда не прошла, не отступила. Поэтому вы уж извиняйте, что иногда будут такие чихи-обчихи накладываться на прохождение. К сожалению, время болезни это единственный способ хоть как-то уделить внимание этим прохождениям более сильное. Иначе времени, конечно же, в обрез, и поэтому они бы уходили очень редко. Поэтому в какой-то мере болезнь, можно сказать, что способствует прохождению. Так вот, давайте разберем все эти четыре фактора отдельно, потому что все они важны для понимания римской победы. Например, вы прекрасно знаете, что римские легионы, они часто побеждали греческие фаланги, македонские греческие фаланги. Несмотря на то, что эти фаланги были очень грозной силой. Они фактически с какой-то стороны считались вообще неуязвимыми. И в игре, честно говоря, это ощущается очень хорошо, да, когда я столкнулся с этими понтийскими копейщиками. Все, мы положили этих испанцев, ну их... То они нам задали очень такую большую трепку. В этом-то и состоит проблема, что, несмотря на свою силу в ближнем прямом бою, фаланги греческие, македонские, они были неподвижными. То есть, для того, чтобы переместить фалангу с одной стороны на другую или развернуться, необходимо было проделать ряд таких действий, которые занимали определенное время. Намного дольшее время, чем перемещение линий легиона. Блин, еще соседи что-то там сверлят. Ну, сегодня как будто я не знаю скопление всяких удач для того, чтобы делать прохождение. Но, тем не менее, все же, все же. Отступаться нельзя. Так, давайте апгрейдим наши войска, да? Карфаген нам позволяет побыстрее сделать такую вещь, чтобы нанимать как можно лучше юниты. И римляне побеждали эти вот фаланги. Как им это удавалось? Большая подвижность. Опять же, я говорю о большей подвижности. То есть, для того, чтобы развернуть фалангу, необходимо было время. Римские же манипулы, они очень были подвижными. То есть, они разворачивались буквально за считанные минуты, они могли заходить в тыл, они быстро перемещались по полю боя, что зачастую решало сражение. Опять же, если врага зажимали с двух сторон, ясное дело, что исход битвы был зачастую предрешен. Так как оно и есть на непосредственно нашем прямом поле боя, на котором мы бьемся, да, когда входим в бой. Так, стражевую башню. Давайте еще одну поставим стражевую башню. Вернее, первую стражевую башню, да, то у нас лагерь был. Так, а что там? Там убийцы, я вижу, да? Молодцы! Сцепионы действуют всеми способами. Я так, честно говоря, не умею, мне неинтересно создавать убийцы, потом умершлять противников и так далее. Играться с этим не хочется. Ну, тут понятно, у нас поражение, да, на море. Ясно. Я не понял, немного галлов, чего это они тут решились. Заниматься такой бурной деятельностью. Так, 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 ну что, продолжаем наше продвижение дальше, да? Было бы неплохо захватить все побережье Африки, тогда бы торговля способствовала очень сильно нашему экономическому росту, что, в свою очередь, привело бы к накоплению ресурсов для нашей армии. А Парфия там что-то строит и разрывает союзы. Ну, пускай, пускай. Мне главное, чтобы Парфия жестко противостояла Египту, чтобы Египет не расширялся. Дальше. Так, ну что, давайте попробуем сейчас, если уже враг решил таким частичным образом нападать на нас, пускай так и будет. Сейчас мы постараемся обкатать немножечко наши манипулы на враге. Кстати, манипул в то время не было, с которого мы начинаем. Да, еще не время, немножечко через сто лет они уже появились, потом манипулярный строй. Но, тем не менее, мы будем пользоваться некоторыми терминами, которые не соответствуют времени. Реформа Мария впереди еще. Поэтому пока что мы пользуемся строем Гастаты или Хастати. Принципы или Принципи и Триарии. Или Триархи. Так. Да, конницу объединяем. В принципе, враг меньшей численностью обладает, чем мы. Поэтому постараемся таким конным фронтом на него немножечко набежать, подпугануть его. И нанести ущерб. Опять же, видите, конница воспринималась как вспомогательная в какой-то мере войска. То есть, те войска, которые защищали фланги. Я их использую чуть-чуть в другом. Амплуа. Я стараюсь нападать ими. То есть, как основной движущей силой атаки иногда использую. Хотя, с другой стороны, оптимальный вариант, это когда вражеские войска находят на наши шеренги. Мы их немного сдерживаем. Ну, а потом конница уже как бы добивает. По какой причине так? Почему не используется такой тройной слой? Потому что зачастую нет возможности тогда растянуть настолько линию, чтобы оградить себя от атак врага с флангов и с тыла. Это тоже один очень важный элемент построения. Потому что если враг зайдет с тылов, то очень многое может быть решено не в нашу пользу. Так, ну что, начинаем битву. Ой-ой-ой, как они плохо там выстроились сбоку. Ну что ж, придется разворачиваться. Разворачиваться. Разворачивать причем все войска. Ну, давайте. Давайте так и сделаем. И сейчас посмотрим, что они там могут нам предъявить. Какие у них отряды, юниты стараются вступить в бой. И нанести нам ущерб. Так, ускорим время, чтобы не было никаких сильно длинных промежутков. Так вот, перейдем к нашим немножечко пирогам. Да, это первый элемент рассмотрим. Это продолжительность столкновения. Сколько же длились столкновения в древнее время? Разные историки говорят о разных вещах. Но наша такая задача, это вычленить именно то, когда средняя, среднюю цифру, когда длилось столкновение, да, то есть сколько времени в среднем длились эти все столкновения. Потому что, ясное дело, что бывали исключения из правил. Бывали такие моменты, когда столкновения длились днями. Даже бывает неделями, особенно при осаде крепостей. Эээ, ребята, вы чего? Эээ, нормально вообще. Ну ладно, собственно говоря, я не знаю. Жалко, что конница не успела догнать ваши отряды, я бы уже тогда навалился немножечко на вас. Ну ладно. Странная битва, однако. Ну что ж, противника больнее бьет дезертирство, чем убийство. Да уж, это вносит полное, так сказать, расслабление в ряды противника. Так как если одному можно дезертировать, то все задумываются, а почему мне нельзя? И почему я должен отрабатывать за всех тех, которые уже дезертировали? Поэтому и наказание за дезертирство зачастую было очень жестким. Продолжение следует...